доброе всем утро с испании смотрите дождик у меня полотенце висят на работе зашибись сейчас приду опять их поставлю стираться а что делать и пока не буду стираться я пойду бабушки домой уложу ее проветривают гераньки мои освежаются в общем да походу будет идти но не если не весь день том часик еще здесь очень быстро погода меняется и назад уже педаль передает полностью полностью солнце а этот проказник сейчас видите какой он не знает что делать со мной в общем он уже дождь у меня и вообще бенга не любят воду вообще не любит и он значит пописать решил наверное это ночью или когда-то видите на кухне он со мной не идет видите какой идет кино и твои кино и твои альгу кино и чу пи пи ай короче он заходил в туалет вот сюда он наверное ночью вышел на улицу скажет ну его нафиг хотя мог бы в этом в предбаннике и сейчас вот говорят собаки не помнят там долго все он помнит думаю что странно я на кухню он сюда не идет смотрите все он прекрасно помнит ну иди я не буду ругать иди не буду ругать не буду не буду скажи но не люблю воду не люблю я дождь чё я куда я пойду да моя сладкая видите все помнит все знает так что это что собак надо ругать вот как он сделал что-то их надо типа ругать но не ругать да и а иначе они потом забывают ничего не не забывать все они помнят ну просто скажи дождик а я не люблю дождик да ну я не люблю дождик но машина рядом мы быстро добежим и все ладно да такого жалко да да вот такой ну подумаешь по пищу ну ничего страшного главное не надевали не на кровать я опять гостинцами вернулась смотрите какой он уже спел и его можно есть сегодня эти нет эти твердые смотрите настоящие клиентка дала и по и представляете это в общем я же сегодня ходила укладывала одну клиент кухню домой и сейчас мне звонит ее дочка и говорит ты горит уже мама мою как бы это уложила я говорю ну да она такая а ты знаешь что вот у тебя клиентка там вот она именно звала аделла они ко мне ходят аделла и ее дочка они это заболели тест показал что у них есть болезнь я блин чуть не упала они у меня в субботу были вот это вот аделла с дочкой в субботу были я такая в смысле говорю она такая да аделла она постоянно болеет знаете у нее там что-то это но она просто уже старенькая такая постоянно болеет и я не знаю они говорят она они тебе ничего не сказали и говорю нет она такая вот это как же так я не знаю а я сразу естественно подумал про свою маму я врунда переживай не переживая говорю прошла уже почти неделя у меня никаких симптомов нету я температуру каждый день меряю и умную говорю у нас все нормально говорю муж у меня ничего и я ничего говорю у нас все у нас нет никаких симптомов ничего нету она вот типа если моя мама узнает что там у тебя в парикмахерской город а ты не говори вот зачем ее тревожить то говорю потому что я тебе говорю и я говорю в масках работаю и вот когда на работе я говорю они приходили ко мне и гель и маска я после каждого клиента обрабатываю поверхность в общем говорю насчет меня горну неделя прошла когда там они симптом появляются то говорю нету никаких симптомов ничего и все нормально вот так что и я к твоей маме тоже хожу в маске там обрабатываю руки все говорю так что с моей стороны ничего такого не может быть я говорю как же говорю где же они это где же него подцепили то у нее говорит умерла куньяда в общем жена брата или вот так как жена брата и вот говорит на типа они ходили в этом ну где хоронят и там видимо кто-то подцепил потом передал другому и вот так представляете я конечно очень завидую тем людям которые не верят во все это которые отрицают и живут вот так спокойно я не из этих людей и когда вот я узнала что я не знаю даже знаете верить не верить но посмотрим вот они проходят по субботам что на мне в эту субботу скажет вот потому что может быть они после заразились фиг его знает может после заразились вот но от одного сознания что я могла контактировать с зараженным мне как-то знаете жим-жим как-то страшно ватненько становится становится опять же не за меня я вот так сижу думаю так я с тем ходила с тем ходила с тем с кем вот без масок до было потому что я думаю что в масках там нажимая слюна остается и при мне вот и я не особо куда хожу поэтому как бы можно по рукам по пальцам перечислить ну а на работе все меры предосторожности взяты предприняты в общем вот так вот я я такая сижу я сейчас быстрее приедет температуре ехала температуру померила 36 и 3 я целая говорю первое что я сделала это померила температуру она смеется ну конечно и смех и грех знаете она тоже за свою маму переживает потому что как бы я еще и думаю как бы они вообще сказали не ходить больше не укладывай потому что у нас все каждый у нас мы в испании уже за миллион заболевших перри перекатило мы шестые номер 6 по всей планете вообще не знаю что с испании или творится потому что не знаю вот так вот кто должен больной на карантине сидеть ни хрена не сидят всем пофигу ходят а потом говорят почему ужесточение такие вводят ты потому что мы нихрена не нам сказали больным дома сидеть а мы сидим что нихрена мы не сидим мы идем не думая о других в общем вот так как то вообще есть и страшно да я не знаю это бабушка нам даже не хочу это придумать об этом но она очень сложно болеет и вот как то так ладно будем думать что все это пройдет быстренько и нас не зацепит кружку свою искал где моя кружка а я на балконе вчера чай пила а он гляжу она стоит у меня там а я ее вчера искала и знаете сижу же горло что ли болит такая сижу себя обнюхиваю нет пахнет вкусно ой блин вообще ладно у нас дождик так и идет пойду сейчас себе суп разогрею у меня остался суп пюре и салатик поем сегодня я одна дома вон кружка видите моя кружка стоит кстати на улице тепло на улице вообще не холодно чуть опять накупался в этом 19 градусов вот видите вот вот где очаг заражения где вот они все толпятся без масок и вот пришла заражена одна одна другой семьями семьями у кого семьи большие вот тоже не были в морге в этом но не морг в танаторий там где не морг не церковь что-то что между этим и там типа родственники доверительные отношения и вот такие вот отношения приводят вот к такому вот заболеванию клубничка моя вот эти тоже что-то как-то растут непонятно я их обрезала все и вот эти тоже видите растет этот в прошлом году у меня на вид на весну зашел а сейчас в этом году сейчас зашел в общем как-то странно чучи привет всем скажи пи чучи пи 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 не хочет он с вами здороваться ну ладно не будем мучить батарейка садится так что вот так друзья будьте здоровы живите богат пока здоровы песенки тут поют чучи у меня кстати тоже сейчас пел прям надрывался вы знаете мне сегодня должны были терапевт у нас же сейчас как это терапевту запись идет телефонная да как сказать телефонная по телефону и вот сегодня у меня было назначено время что мне должен был позвонить терапевт но насчет прививки чтобы сделать себе прививку от гриппа но мне никто не позвонил и самое интересное я в этом аппликасе у господи как она называется то приложение захожу значит где-то часа в два там было что врач обзванивает всех да а сейчас уже захожу уже мне предлагают вернее не предлагают уже не написано что врач обзванивает уже показано что мест нету в общем в общем в общем все она уже всех обзвонил а я но знаете я завтра когда приеду после работы они там все равно работают до трех до двух пойду туда схожу в поликлинику и пускай они мне дают уже оттуда время на прививку и я скажу им чё за фигня почему не никто не позвонил не предупредил ничего не сказали как так вообще что ли я понимаю там я не знаю не ничего не понимаю ничего не понимаю почему не позвонили вот и я ждала как дурак ждала главное нет непропущенных вызовов ничего странно никаких нет никаких никто мне не звонил сегодня разбирала чай нашла конфетку это видимо татьяна когда нам дарила еще в прошлом году вот не знаю живая неживая иссохла на нее нормальная живая сейчас кофе попью помните она нам такие цветочки дарила типа из чая вот такие вот только на 8 марта может быть уже не помню какой праздник в общем давно это было вот только конфетку нашла кофе сейчас попью не знаю все думала может быть знаете разветрится там погода наладится капает дождь и нифига не разветривается чтобы гулять как мы с подругой уже но с которым последние два дня гуляем она меня сегодня спросил горчоным для сегодня гулять не можем не пойдем а город и дождь идет но все-таки надеялась что он пройдет но нет конфета она уже не вкусная бяка не вкусная невкусная бяка мне очень очень скучно сидела сидела я значит дома бедный не знает как мы перепрыгнуть не знает как перейти лужу тут лужа причем такая неглубокая а он не знал как он вообще воду не любит вот смотря ну я особо то не сидела потому что скучно стало пошла полы и помыла пыль протерла перебрала вещи опять кое какие достала даже куртки представляете на всякие пожарные чтоб были вот опять такая села думаю блин вышла на балкон вроде бы знаете дождь такой две капли в минуту думаю ну ладно возьму зонтик и пойду не замочит небось и вот нормально идем уже где-то минут сорок даже знаете душно так тепло хорошо люди конечно все тоже по выбегали бегуны спортсмены в общем я гуляю и хорошо все мне кажется видите там уже у моря уже практически нет никаких облаков облака никого там нету а то скажет дурочка какая-то в общем как всегда правда на часа даже полтора рай позже вышло ну так как гуляя по городу даже если в темноте то ничего страшного смотрите как странно несмотря на то что весь день дождик шел такой но он небольшой но этого видимо недостаточно и полив вот все равно идет видите поливают вот так так не знаю что тут посажено или может для будущего посада чего-то ну вот по таким каналам открывают воду в определенное время вот как пахнет вкусно дымом осенью прям и вот так потом видите по шлангам распространяется вода чтобы поливать именно корни а не вот что там наверху ну несмотря на то что дождик шел все равно поливают ой а че здесь пахнет дымом может быть поэтому он чихает а мне нравится как пахнет дымом лист листвой такой прям как знаете теплом и уютом как в деревне когда печку начинали затапливать и прям вот так вот тоже пахло вкусненько только конечно закрытыми глазами можно представить деревню потому что с открытыми пальмы как-то и и огонек печной не не вяжутся видите да куда я уже дал кампу дошла я тихо шла 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 калькам попришла села отдохнула дальше пошла знаете чем мы занимаемся мы едим витамины вкусно вкусно яблочко обычно я красный ем а тут зеленый семерянка взяла вкусная она кисло-сладкая вкусная вот так и вот так я и ем половина себе половина чарли это независимо яблоко это или еще что то да ну если естественно что то вредное то он не ест да 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 например картошку там лук чеснок да ай вот так обнимашки такие представляете что произошло муж сейчас домой приходит вечером и говорит ты мой телефон спрятала я так на него смотрю в смысле ты че целый день без телефона был он такой да а куда ты его спрятала и не говори что ты его не спрятала прям с такой улыбкой я такая ты че дурак ты хочешь сказать что я его целый день держала где-то прятавшись я говорю ты блять телефон потерял он так ему прямо сказала он сразу в лице изменился а ты его не брала я говорю я его не брала пошел в машину я все это время звонила ему он пошел в машину нету в машине туда сюда я звоню 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 гляжу такая уже знаете с телефоном вот так вот хожу просто слышу из моего телефона голос где-то как вижу на свой телефон там разговаривает кто-то слышите слышите я такая алё да она такая я говорит телефон нашла в мусорке он говорит я туда руку это у меня вся рука грязная если вы сейчас придете какой-нибудь гель мне принесите или что-нибудь руки помыть я такая подождите отдала ему телефон говорю на а он знаете как это он в мусорку выбросил пакет с мусором и телефон туда же не ну не дурак я короче ему тут вот а он у него с телефоном вообще проблема в том плане что он попил кофе положил телефон на барную стойку и пошел так вот и так постоянно было или там знаете на работе приехал без телефона все телефона нет я говорю ты его когда-нибудь потеряй выбросил с мусором телефон я он дома телефон дома я говорю если бы он был дома почему он не звонит почему мы его не слышим он дома все перерыл нету дома в машине нету в машине в мусорке вот поехал говорит сейчас через пять минут я к вам подъеду я ему говорила дала этот спрей для рук бумагу дала чтобы женщине вытереть руки ну трындец вот представляете вот постоянно у него он так вот относится к этому телефону я сколько раз с ним ругала я говорю я тебе больше не буду телефоны покупать понимаешь только говорю нет это твой последний телефон я уже залезла знаете в этот в господи апликасьон ну посмотреть вдруг там куда-то из этого телефона позвонили там знаете к черту на куличках ничего никто не звонил хорошо вот так он не отключился а то бы если бы отключился то был бы трындец то бы все телефон был в мусорке остался а так вот женщина знаете видите ответственная какая залезла в мусорку и достала телефон надо было бы хоть каких-то конфет что-ли кидать не знаю у меня никаких ни конфет ничего нету так вот представляете но вернула телефон а у него знаете там телефон то в телефоне в принципе нет никаких ни паролей никаких там ни отпечатков пальца можно спокойно вскрыть телефон и пользоваться ну нет женщина позвони не позвонила услышала наверное на телефонный звонок в мусорке какая ответственная да есть же люди хорошие а он прям муж он уже ушел потому что ему тут мозги все съела я дверь открываю на говорю женщина звонит с твоего телефона он такой где вы я сейчас приеду ой блин а то бы знаете он наверное не телефон испугался что потеряла меня потому что я бы ему и ныла я бы ему еще припоминала это долго ой блин вот так вот такая вот история жизненная все друзья сейчас себе чай наведу с имбирем с лимоном со всеми делами витаминчики а с вами я буду прощаться всего самого лучшего всем пока пока